У меня было два таких приема, которые я горько учился. Это прогиб в дюдо и это бюринбола, потому что я, когда его делал, меня там постоянно в бараний рук сворачивали и проходили. Там сколько раз он ругал, типа, ты перестанешь эту фигню отрабатывать. Привет всем, с вами братья Рожманди. И сегодня покажем по просьбе BGG Freaks соло, ну не соло, а дриллы к бюринболу. Ну, как можно подготовить хорошо, чтобы в Мендесу заберемболить. Первый, мы делаем боковые курки. Это стандарт, это садимся, таз назад убираем. Обязательно наши плечи должны быть дальше, чем наш таз, потому что если мы будем так сидеть, у нас сразу заводят на спину. Поэтому сели, приподняли таз, убрали чуть-чуть назад, плечами вперед. Начинаю руки, либо под себя, либо одну руку. За спину убираю, это уже экспериментируем. И начинаю головой, голову отпускаю между ног. И начинаю раз, одну ногу оставляю, в середине ставлю в другой и сажусь. Дело, обязательно, чтобы касались две ноги. Туда, и, соответственно, потом другую сторону. Когда это подучим, следующее уже делаем боковые прокручивания. Это ложимся на спину, ноги сгибаем, поясницу поднимаем. Руки можем для разгона вначале поднять вверх. Раз, и начинаем скручиваться под себя. Мы должны прокрутиться под себя. Раз, ногу ставим и снова перешагаем. Два. И поехали. Раз, два. Поясницу не кладем, она постоянно на весу. Это два. Следующее. Мы уже в парах можем делать. Первый, это то, что тело из легких мы садимся вдвоем. Уже заправляем саму белорива. Правой рукой хватаем отворот, рукава, это как уже у кого какой уровень. И начинаем. Он прижимает ногу и начинаем боковые кубки делать вместе. Я обхватываю за ногу и поехали. Раз. И без остановки садимся. Раз. И также у меня в сторону и в другую сторону делаем. Он раз. Начинаем вместе с ним. И уже теперь посложнее. Мы начинаем заправлять белорива. Как уже знакомый. Раз. И начинаем делать уже беремболу. И он начинает уходить с колесом. Моя задача его как бы посадить. Но не прям 100%. Чтобы дать ему уйти. Чтобы сделать как дрил. Начинаем закручиваться. Он ставит руку. Раз. Протручиваемся. И поделиться. И на последний раз это уже на месте делается. Я не помню у кого я это видел. Я помню кто-ли Кихиньо показывал. То-ли кто-ли Кайротера. Да-да. За шагу и не через перешаги. Да-да. Вот это очень обалденно. Для делорива это без рук или можно с руками. Раз. Поднимаем поясницу. Заправляем. Он делает бэкстеп. Раз. Я отсюда, с этого же положения, начинаю заправлять. А Кайротера, кстати, не делал. Да. А, Кайротера делал, кстати, да. Кайротера он сам. Раз. И он туда. Он самолазный. Вот сюда. Это совсем другое. Тоже можно добавить. Раз. И вот туда. То есть как можно делать? Сначала легкий способ. Мы верхний делаем бэкстеп. Вон таз. Поднимай. Поднимай таз, заправляет ногу. Я шажаю. Раз. Он сразу же эту ногу ставит другой ногой. Заправляет, я сразу же боксирую. А когда уже научились этому делу, теперь я уже бэкстеп не делаю. Он сам уже подменяет. Раз. Я начинаю. Поймется. Заходим. Опять. Раз. Поймется. Так. Ну и так же сам беримбол. И выберем беримболу. Изначально самый простой способ обучиться беримболу. Да? Ну, я же помню, что я тебе говорил. То есть через деларио. Шагнуть назад. Поймать верхний ног. И уйти в кувырок. Поднимай. Ноги скрестить. Вот здесь. Как трек. Как мяу. Или же вот отсюда. Или же вот так. Разницы нет. Толкаем. Раз. Два. Первый. Это самый легкий способ. Ну, я бы не сказал, что это самый легкий. Ну, один из самых легких. Дальше. 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 Часто мы делаем вот такие дриллы. Я, допустим, их люблю. Может быть, это кому-то покажешься неправильно. Но я для меня это вообще... То есть я захожу, вот, поднимаю на берегу, вот, и дальше я его раскручиваю сюда. И опять поднимаюсь. И опять сюда. И опять поднимаюсь. И опять туда. И опять поднимаюсь. Опять туда. И так же. На одну, на другую сторону. Пошло уже платный контент. Это мы часто делаем. Еще? Ну, то, что ты делаешь там. Никто такой... Я ни у кого не видел. Может, тебе где-то есть. Он смеется, когда я делаю. Типа, зачем тебе это надо? Он пробивает. Начинаю идти в эту сторону. Проходить он много начинает. Чтобы он, ну, не дал мне пройти, он должен же перекрыть от ногу. Я хватаю и пройдусь здесь. И вот начинаю падать. Раз. Я даже раскрыл секрет. Я уехал на 10 или 12 дней. Ну, не важно, там, я уехал. У меня не было в зале. И он с тебя там и занимался. Такой проезжаю. Они такие все смеются. Такой говорит. То, что я, ну, часто так защищаюсь. То есть они что придумали? Там, когда меня начинают проходить, я эту ногу сюда закидываю всегда. И раз восстанавливаюсь, в принципе, как и у всех. И они такие, говорят, смеются. И такой. Я ногу закинул. Он меня раз поломал. И сразу, хоп. Я оказался здесь такой. Думаю, ничего себе. И все смеются в зале. Ну, молодые ребята. Потому что вы, чтобы понимали, различия в технике, то, что я максимально импровизирую в борьбе, ну, прыгаю что-то. Очень неплотная борьба у меня, скажем так. Начало борьбы. А у него прямо максимально плотное. Это продавить, удавить, там, задушить. Не знаю, не дать хотя бы один сантиметр воздуха. Это все, это его стиль. А я как раз прыгаю. А его, ну, вот, раз. То есть я у меня начинаю сначала проходить, вот так, как обычно. Я защищаюсь. То есть я эту ногу не могу защититься. Я, соответственно, вот эту ногу прихидываю. Он сразу же прихватывает, ногой цепляет и меняет направление движения. Сразу же оказывается... Как первое. Второе, после ледрыга обязательно. Мы же тоже ловим вот здесь. Раз. Я начинаю правой ногой шагать сюда. Он же, соответственно, единственный... Я вот здесь раз, вот так, раз, начинаю отшагивать. Я уже отсюда начинаю назад уже падать, степляю. Это он тоже от ледрыга научился. Потом у меня защита от деларива. Раз, соправляю деларива. Отодвигаю. Отодвигаю. Раз. Вот, раз. Деларива. Я делаю шаг назад. Так. Раскрываю тюрьму. Держи, рукой, правую ногу здесь начинаю падать, а левую рукой, правую ногу я начинаю подниму. И колено, когда я начинаю падать, оставляю под коленой изгиб здесь. Раз. Раз. Я оставляю колено здесь. Начинаю переходить. Два. Цепляю здесь. Начинаю правую ногу оставлять, левую ногу ставлю здесь. Он уже от меня не уйдет. Единственный выход – это уйти под меня, лицом ко мне. То есть, я вот так начинаю. И как раз-то он использует для разворотов. Иначе, если он уйдет туда, в черепаху, то я сюда уйду и он за мной. Соответственно, он не остается. Ну, как все говорят, что из бэкмаунта надо выходить, ну, соскользнуть и к нему лицом развернуться. Вот так. То есть, правильный выход из бэкмаунта. А он как раз, он здесь это использует. Как только я начинаю из-под него вот так уходить, он ногами. Я, кстати, правую ногу ставлю на татами, таз подаю вперед. И раз тело обворачиваю хорошую, поднимаю, направляю. Может выглядеть сложно, но, если честно, если понять технику, структуру, очень легко его делать, без энергозатрата. Потому что оно делается и 100+. У меня у него Владимира нашего могу так же. Ну, не скажу, что не вспотею, но не так сложно переворачиваться, как выглядит. А кто делает не технично, как раз ему приходится силой его на себя затаскивать и через себя переваливать. А здесь надо просто под него подсесть, посадить его на грудь. А когда он на грудь лежит, уже влево или пора повернешься туда и падает. Сколько нужно времени новичку с самого начала, с первого, я не знаю, бокового кувырка до нужно времени для того, чтобы освоить берембола хотя бы на каком-то базовом уровне? Ну, на каком-то базовом, наверное, через неделю освоит он на каком-то базовом. А так, чтобы его хорошо сделать, это не угадаешь. Опять же, у кого какие способности? Кто-то очень гибкий, кто-то вообще максимально негибкий. Для него берембола вообще не нужно делать. Зачем делать то, что не идет? Надо слушать свой организм и надо прислушиваться к своему телу, понимать, на что оно способно и, исходя из этого, подстраивать себе технику. Зачем мне делать, грубо говоря, такие вещи, которые тело не позволяет? Зачем ломать себя? Лучше есть выбор, открываешь книжку и столько этих проходи гард, закрой треугольник, закрытый гард, открытый гард, хав гард, куча этих. Берембол – это более для тех, кто гибкий такой, любит изгибаться в разные стороны и тому подобное. Я в детстве всегда любил тянуться. Хоть я себя считаю деревянным максимумом, но вроде есть гибкость некая. Вот брат, например, он хоть и делает, но ему нравится больше продавливать и как тяж борется. Ну, мне не нравится. Ну, как не нравится, я его делаю, использую, я знаю, как делать. Я скажу вам, в чемпионат мира за выход в финал схватку у меня есть, я могу вам скинуть, он выиграет раз Берембол. Вот, это и есть, но если у меня будет выбор сделать Берембол или пройти гард, я пройду выбор, чем сделаю Берембол. Так что неоднозначный вопрос, сколько времени нужно. Ну, человеку мне надо увидеть, посмотреть, ну, он два раза, три раза сделает, я посмотрю. Элементарная проверка – это насколько у вас кладутся ноги назад через голову, вот так. Вы без напряжения как раз его кладете и можете нормально разговаривать в плане того, чтобы голос не меняется. А не вот так, а то более-менее растянут. И опять же, это не надо, сейчас посмотрели видео, сразу попробовали, потому что они не растянут. Это после разминки, вот после тренировки отборолись, можете свободно сесть и посмотреть, как раз накатились назад. Если у вас нормально это получается, здесь коленки сгибаются, то у вас это легко получится. Потому что вот в Беремболу, который я делаю, да, там надо, чтобы коленки как раз закидывались через голову, вот здесь. Коленки постоянно прижимались и, к тому же, на вас еще начнут давить сверху. И это не должно дискомфорт какой-то создавать. Так что не могу ответить. Может, человеку, скажем так, который гибкий, там, ну, не знаю, хорошо, чтобы он сделал Беремболу, начал хорошо сделать, да, то, ну, это если в неделю он 12 тренировок проводит, то, ну, два месяца. Можно ли получить черный пояс, не осваивая Беремболу? Ну, я думаю, что можно. Да, я так же считаю. Я тоже считаю, что нужно, можно, но можно не делать Беремболу, но быть черным поясом. Это в этом ничего такого нет. Беремболу это новшество. То есть, я думаю, что на данном этапе, наверное, все умеют черный пояс. Тай, быстро на кулаки встал, на деревянный пол и смотрю за тобой. Я думаю, что сейчас уже все, даже олдшкул черные пояса уже Беремболу разобрали. Но, опять же, сейчас многие посмотрят это видео и подумают, что вот он Берембол, я уже научился. Там куча нюансов, которые мы просто не сказали, потому что это отдельная история, как поясницу контролировать, куда руку просунуть. Там, тем более, сейчас в EGP вообще запретили за штаны хватать. То есть, там вообще меняется уже игра Берембола. Очень сложно. Очень сильно меняется. Поэтому, как бы, тут вопрос такой. Это просто начало подготовительное, самое прямо начало, которое, если ты хочешь Беремболу научиться, вот это ты должен сто процентов знать. Я считаю еще так, что вот, вроде Берембол это один прием же, да. По Беремболу выглядит так. Но я считаю так, что вот у каждого есть свое Берембол. Вот у меня свое Беремболу, у брата свое Беремболу, у мендицев свое Беремболу, у меня у своего Беремболу. И здесь фишка в том, что у кого круче Беремболу. Так что невозможно, я не смогу научить человека Беремболу так, как я его делаю. Обязательно. Я могу много чего подсказать, но он должен создать свою Беремболу и как раз этим Беремболом потом рубить всех. Вот как-то так. Окей, спасибо. Я делал Беремболу, там типа нас посадили, я не помню кто-то мне показал, под него подкручиваются и ногой толкают. Помнишь, вот это, самое вот это простое, когда ногой толкают и забирают спину. Я ему показал. Но я ему сказал, что это вообще фигня, это не работает. Интересная, классная, красивая техника, но она не работает. Говорю, я постоянно выхожу у всех Беремболу, кто его не делает. Ну понятно, там не выходили мяу и так далее, но у нас кто делал в зале. Он такой говорит, так, да, так делаю, а сейчас такое. Ну я опять же куда-то уезжаю, он остается, и он его постоянно отрабатывает, на мне не отрабатывает в борьбе. И в момент приходит, бац, он мне там спину забирает. То есть я, скажем так, дал ему чуть-чуть это Беремболу, и он потом научился больше. То есть он его развил. И я сейчас так не умею делать, как он делает. То есть он по-другому его делает. Я делал классический, там, ногу заправил и так далее. Он по-другому как-то крючками делает, поясницу поднимает, под соперника подсаживается. Вообще по-другому делает, чем я. Я классически вот подкрутился под соперника, трек сделал, как мяу делает, и все. У меня было два таких приема, которые я горько учился. Это прогиб в дюдо через, ну, ура-наги, да? Да, ура-наги. Ура-наги. Это я в соревновании четыре проигрывал из-за того, что я делал прогиб и на себя бросаю. Горько учился, скажем так. И это Берембола, потому что я, когда его делал, меня там постоянно бараний рок сворачивали и проходили. И там сколько раз он ругал, типа, перестанет эту фигню отрабатывать. Типа, ну, видишь, не работает и там подобное. Но я, ну, не знаю, у меня лично такое, что вот есть предчувствие, что она вот очень крутая. Ее надо работать, и вот оно выйдет очень крутым. И вот работаешь, работаешь, и все получается. Это касается не только Берембола, а вот всему то, что если два раза попробовали, не получилось, не расстраивайтесь. Еще, еще там. Я даю каждому приему, даю месяц. Если вы месяц его прямо, скажем грубо, там, отрабатываете, там, без остановки каждую тренировку, и через месяц она не получается, да, тогда вы его бросаете. Ну, не факт, что она не работает, потому что вы его бросаете. И отрабатываете другой, и потом, спустя еще месяц, возвращаетесь к этому и пробуете, что там выходит. У меня таких приемов очень много. Еще там кое-что там другое отрабатывал, у меня не получалось месяц. Я его забросил, и я даже не помню, что я отрабатывал. Значит, она, ну, не работала и не мое было. Так что, если вам что-то нравится, обязательно пробуйте, в месяц минимум отрабатывайте, чтобы она начала получаться. Это не делать, там, одна тренировка недели. Вот вы, вроде, неделю отрабатываете, и думаете, блин, столько же я отрабатываю, а она не получается. А вы ходите три раза в неделю, по полтора часа, и отрабатываете три права, три влево. Да, да. И думаете, что это достаточно. Много, надо очень много. Тысячи повторений, там, дзюдо, есть такое понятие, что же мастером броска стать, надо тысячи повторений делать. Да, ну, что вы на сколько раз сделали по-разски? По тысячам пятьсот. Да. Каждый тренировок пришел, там, одна тренировка, там, по триста, по четыреста бросков делаешь. И когда доходишь до тысячи раза, ты уже более-менее его начинаешь чувствовать. А потом уже развитие. Борьба – это чувство, в первую очередь, и, конечно же, она импровизация. Я всегда тоже своих учеников устроил, говорю, перестаньте заниматься, вот, то, что, говорит, вот, ноги есть, там, часто, я вообще знаю, что приходят, и такой, так, здесь должно быть, вот, там, градус, там, 90 градусов, здесь, там, вот здесь рука, здесь нога, обязательно, так, запомни, записал, здесь, 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 такой. Так, и потом все это записал, запомнил, наизусть выучил, такой, в борьбе пробую, что они получаются. Почему? Потому что борьба – это не точная наука, это импровизация. У всех рычаги разные, там, у кого-то короче, у кого-то длиннее, кто-то физически сильнее, кто-то там слабее. Геометрия движется вред. Вот, поэтому я считаю, что, как бы, почему там, допустим, я к донахеру таким, ну, образом отношусь, да, там, не считая сильнейшим, тренерам и так далее, потому что, как бы, он его развивает точно. То есть, как бы, вот, а бразильцы как делают? Они просто приходят, борются и вырабатывают чувство борьбы. А чувство борьбы, оно важнее, чем эта точность в борьбе. Потому что, кто-то держит здесь захват, и у него получается, а кто-то здесь держит, тоже получается. Вот, а где правильно, никто не знает. Если получается, значит, правильно. Да. Супер, спасибо. Вкус. Прямо ждём вас, гости, пожалуйста. Да, всех ждём, десять утра. Не, вас, вас и сегодня берите фикс, пожалуйста. Понедельник себе опять, да. Да. Можете в вторник, я думаю, вечером прийти. Пожалуйста. Мы придём, сейчас тест на том, помнит ли Георгий, когда мы придём. Да, я помню. Когда я приеду с Грузии в конце августа, я привезу два килограмма настоящего аджики. О-о-о-о. И вот мы придём. Да, аджики. Класс. Есть такая аджика, я готов поспорить, что не сможешь без молока его. Я не ем молоко ни в каком виде, поэтому смогу. Да, мы посмотрим. Окей, договорились. Ладно. Всё. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok